Криптум в студии Алексей Пушков. Продолжаем нашу программу. Прошло немногим более месяца после вступления Джозефа Байдена в должность. И вот уже Соединенные Штаты нанесли первый ракетный удар по территории далекой страны, Сирии. Напомним, Трамп дважды бомбил Сирию. Байден начинает с того же. Неважно, кто президент, ставка на силу все та же. К ударам по Сирии и их значению мы еще вернемся. А сейчас расскажем вам о том, что происходило в США в течение этого первого месяца президентства Байдена. Как мы помним, вся его предвыборная кампания была построена на одном. С его приходом в Белый дом все плохое быстро уйдет в прошлое. А останется одно хорошее. Мол, Трамп не дееспособен, а вот мы, демократы, все сделаем иначе. Но пока никакого улучшения ситуации в США не происходит. Разве что либеральная пресса, травившая Трампа, теперь подобострастно облизывает Байдена, делая вид, что он прекрасный президент. Хотя никаких подтверждений этому пока нет. Продолжит тему Ольга Яковлева. Примерно 30 секунд потребовалось для того, чтобы превратить в груду развалин 39-этажное казино, построенное Трампом в Атлантик-Сити. Примерно месяц понадобился президенту Байдену, чтобы превратить в прах политическое наследие Дональда Трампа. Чтобы отметить свой первый в месяц антитрампизма, Байден провел помпезную пресс-конференцию на СНН. Вы теперь президент, и 4 недели живете в Белом доме. Каково это? Я просыпаюсь утром и думаю, Джо, где мы вообще? Максимально безобидные вопросы ведущий давний приятель президента. Но даже в таких тепличных условиях Байден выставил себя в комичном свете. Я, слушайте, я, должно быть намного больше серьезных, как это сказать, больше серьезных, я, мои, мои внуки могут умело использовать онлайн, и это заставляет меня выглядеть так, как будто я нахожусь, ну, в седьмом веке. Со слуги по разработке вакцины Байден присвоил своей администрации. Когда мы пришли в Белый дом, у нас не было вакцины, не было самого механизма, как ставить укол с вакцины кому-то в руку. Нужны же игла и механизм для ввода, да и люди нужны, которые будут делать эту инъекцию. Выходит, Байден забыл, что еще до истечения срока президентства Трампа в декабре существовали и вакцина, и шприц, и медсестра, которая вколола Джо Байдену первую дозу вакцины Pfizer. В американских либеральных СМИ привычно закрыли глаза на признаки деменции действующего президента, разве что на австралийском телевидении назвали вещи своими именами. Никогда прежде лидер свободного мира не был столь когнитивно скомпрометирован. Мне, по крайней мере, ясно, что президент США Джо Байден борется с деменцией и явно не справляется с задачами, которые он должен выполнять. Иногда и правда кажется, что Байден президент лишь номинально. Почти не появляется на публике и встречи с союзниками только онлайн. Все выходные Байден играл в детскую видеоприставку «Марио», в то время как вице-президент Камала Харрис обзванивала лидеров государств. Итог первого месяца Байдена – это показательно-демонстративная отмена новым президентом многих решений Трампа, стремление наглядно демонтировать его наследие как во внутренней, так и во внешней политике. Это проявляется, например, в возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по борьбе с изменением климата. Но как только дело доходит до военных ударов, тут Байден – верный преемник Трампа. Трамп дважды наносил ракетные удары по Сирии. Байден решил это сделать уже на 37-й день своего президентства. Джо Байден произвел свой первый военный маневр. Приказал нанести ракетные удары по военным целям в Сирии. Пентагон назвал это возмездием за нападение на американский персонал в Ираке в начале месяца. Главное послание этого авиаудара – мужик вернулся в Белый дом. Демократы ждали 4 года, чтобы начать новый бессмысленный конфликт на Среднем Востоке. Байден запретил строительство стены на границе США с Мексикой и инициировал принятие нового миграционного законодательства. Отныне в США запрещен термин «нелегал». Мигранты теперь – желанные гости Байдена, его будущий электорат. Я участвую в программе Байдена по защите мигрантов. Нам дали здесь номер, мы просто живем и ждем инструкций. Когда нам разрешат пересечь границу? Жилье предоставляется на время оформления документов. Условия, конечно, спартанские, но и такие бараки для беженцев – неслыханная роскошь. Ведь еще недавно при Трампе мигрантам было немыслимо просить гражданства США. Подать заявление на получение убежища теперь можно онлайн. Одни потенциальные граждане «Новой Америки Байдена» массово тычут пальцами в гаджеты и ноутбуки, регистрируясь на сайте. Другие по старинке отправляются в США вплавь. Но знают ли они, в какую Америку они плывут? Они прекрасно знают, в какую Америку они плывут. В сильную, процветающую Америку. Посмотрите на условия содержания мигрантов в США и условия жизни российских граждан в коммуналках. И после этого вам тоже захочется, я уверен, так же, как и мексиканцы, на лодках плыть в США. Что? Байден забыл, как делать укол. Но Байден его хотя бы сделал, в отличие от верховного фюрера России Путина, который предпочел протестировать вакцину сначала на своих гражданах, а уж потом в конце прибиваться. Из числа не первых, а последних. Байден может быть и старый маразматик, но не трус, в отличие от Путина. И поэтому вы смотрите наш американский постскриптум. Разрешите вас поздравить по нашим трансатлантическим стандартам всех российских мужчин с 8 марта. А мы начинаем... С наступающего 8 марта. А мы начинаем нашу программу. Так, сейчас я посмотрю, всё идёт. Значит, что-то странное происходит в Забайкалье и по форме, и по виду, и даже, так сказать, по запаху напоминает 1937 год. И сталинские-путинские репрессии. Так вот, в Забайкалье суд приговорил россиянина к 8 годам колонии за государственную измену. Владимир Васильев признал свою вину. Конечно, а куда ему деваться? Сразу скажу, я не буду говорить, виновен ли Васильев или нет. Собирал ли он сведения под грифом секрета и передавал ли он агентам западных спецслужб в России или нет. Мы обращаем внимание на сам процесс, который начался в августе 2019 года. 52-летний россиянин был задержан в ФСБ и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Ну, то есть, для пыток в Лефортово. А иначе зачем было доставлять его в Москву? Что мешает следователям ФСБ заниматься Васильевым в Забайкалье? Ответ? Ничего. Ну, ладно, допустим, это нужно было, чтобы агенты Запада в Забайкалье не смогли освободить Васильева. Окей, но он ведь признал свою вину, но тем не менее, дело против него было рассмотрено в общем, а не специальном порядке, как того требуют нормы российского законодательства. Зачем? Ответ очевидный, чтобы подольше его держали в Лефортово и подольше там его пытали. Интересно, что после того, как Васильев выйдет на свободу, а по приговору судьба это произойдет не раньше 2029 года, то есть ему дали 8 лет колонии и 100-го режима, он потом еще один год должен отсидеть сверхсока, что называется. С чего вдруг, после отбывания основного наказания, ему добавили еще год колонии в тюрьме. Непонятно. Наверное, суд руководствовался красивой датой, чтобы Васильев вышел, если он не сгинет в тюрьме, не в 2029 году, а в 30-м. Если он, конечно, доживет. А когда наступит в России 2030 год, ему стукнет 82 года и будет уже дряхлым шпионом. Ну что, это как ни политические репрессии, причем ровно так же, как и в 1937 году. Вот это то, что особенно возмутило. Дело Васильева рассматривала тройка судей. Та самая тройка НКВД вновь собирается, чтобы за 5 минут принять репрессивные решения. То есть тройка опять собирается, да, в российских судах, как всегда. Это не как всегда, с этим-то боролись, но напоролись. Но для полного погружения в эпоху 1937 года не хватало бы, чтобы ФСБшники арестовали Васильева, прикатив к его дому не на своей Volkswagen Gazelle, а на черном воронке в России. По историческому клятвию явно настал не 2021 год, а 1937 год. Со всеми вытекающими последствиями. Голосовал за Путина, все. Все эти 20 лет, ну будь добр, в черный воронок, и посиди-ка за госизмену 8 лет. За Путина, ну значит, не голосовал за Путина, ну значит, ты террорист и будешь ликвидирован. Такова лунька ФСБ сейчас. Так вот, неясно, так же, так кому, собственно, Васильев передавал информацию с грифом секретно? В ТАСС говорят китайским разведчикам. В ВИО-новостях пишут, что одной из стран НАТО не говорят, правда какой. А понятно, что если бы ФСБ выступило с заявлением о том, что Васильев сотрудничал, ну, предположим, к примеру, с польской разведкой, все бы насмехались, мол, какая, нахрен, польская разведка, с ума что ли сошли чекисты. Как это было в деле Карины Цуркан, когда ФСБшники решили делать то, что она работает на сверхгениальную рубынскую разведку. Рубынская разведка, это значит, что это цыгане. Вот что это, это цыгане внутри России, вот что такое это рубынская разведка. Все смеялись, но самой Карины Цуркан было не до смеха, ибо она сейчас сидит в колонии. Причем, что Шиллер, что она не передавала сведения, она Цуркан передавала о схемах гидроэлектростанции. Румынам. Румынам, у которых есть собственный выход в море. Зачем им наша гидроэлектростанция? Тоже непонятно. Все более подробностями дела Васильева... Больше подробностей дела Васильева мы не знаем. Гриф секретно налагается на это дело. Все как и говорила Латынина. Чекистам гриф секретности нужен не для того, чтобы враги не узнали главные секреты России, а о том, чтобы наши граждане не узнали, что все в ЧК, ныне ФСБ, уже давно разворовано. И чтобы скрыть свои преступления. И это, зная историю сталинских чисток, не удивляет, ибо ФСБ есть свой коварный план, сколько врагов до рода и предателей родины они должны найти и обезвредить, даже если в реальности их намного меньше. И плевать им на то, что они шьют дела, подкидывая какую-нибудь флешку с гостайдой и со схемами АЭС какой-нибудь кориде Цуркады. Все, ты уже иностранный агент в глазах ФСБ, каждый гражданин, и должен быть подсажен. Тебе как раз-таки подкидут какую-нибудь флешку с дадами, которые начнут гриф секреты, и все. Все, пойдешь по этапу, как Андрей Няшный, он же МШ, он же Пыш, как еще многие другие, как вот этот вот Виктор Васильев. Однофаминец известного питерского телеведущего в Забайкалье. Ну, в общем, 1937 год развернулся по полному, а судьи даже и не разбирают дело под существу. Они просто смотрят, ага, дело направлено сотрудниками Федеральной службы безопасности. Ну, так, виновен, все, без рассмотрения дела. Ну, а что только не идет, аэрофлот, в период пандемии, они будут оказывать россиянам меньше услуг, но за большие их деньги. Аэрофлот предложил менять условия перевозки без согласия пассажира. Нет, конечно, не имеется в виду, чтобы пассажиров эконом-класса, как это показано в западных фильмах, переводили в первый класс. Нет. А дело касается изменений даты рейса и маршрута без согласия пассажира. А что мелочиться-то? Предлагаю, аэрофлоту вообще сделать пропорциональную систему. Но это когда тебе надо, к примеру, в Ростов, ты покупаешь пилеты в Ростов. На Дону, естественно, потому что еще Ростов в Донбассе. А самолет, на котором ты летишь, летит вовсе не в Ростов, а куда-нибудь в Нарьянмарк, к примеру. А что, почему бы и нет? Нужен тебе билет до Калининграда. Ну, так летишь за ним в Хабаровск. А оттуда уже в Калининград. Почему бы аэрофлоту вот так не поступить? Да это как в ресторане. Заказал мясо, а тебе принесли рыбу. Ауэрофлот. Людям нужны билеты туда, куда и во сколько они заказывали. А не туда, куда вы их направили. И на ту дату, на которую им надо. Они же летят не просто так, и не в абстрактное число, а тогда, когда надо, когда у них гостиницы забронированы, или какая-нибудь важная конференция. То есть, аэрофлот прямым текстом говорит своим пассажирам. Нет, ребят, вы полетите не туда, куда вам надо, а туда, куда мы скашем. И плевать мы хотели, что у вас где-то на какую-то дату назначена важная встреча, или командировка, ну или оплачена гостиница. Вы полетите туда, еще раз, и когда мы скажем, а не когда вам надо. Ну, знаете ли, с таким подходом, аэрофлотом никто пользоваться и не будет. Аэрофлот хочет поменьше, чтобы мы летали прямыми рейсами, а через стыковочные, через Москву, Питер и так далее. Причина тому ясная. Границы из-за пандемии закрыты, а самолеты простаивают. Вот в нормальных странах развивают как раз-таки прямые внутренние рейсы. И чем больше их, тем лучше. Как для государства, так и для частных авиакомпаний. Но аэрофлоту на это начхать с высокой колокольни. У нас же, все наоборот, делается пассажиру, чтобы было максимально неудобно, а не наоборот. Вели те самые нерегулируемые билеты, с тем, чтобы пассажир гадал, улетит ли он сегодня или завтра. А может быть, послезавтра. А может быть, уже ему надо было вчера улететь. Деньги он уже за это заплатил, а вот когда улетит он еще за билет. А когда там эта самая дата реального полета, еще пока будет неизвестно. Это новая система аэрофлота, да. Еще вот предлагают менять рейс и дату без согласия пассажира. Аэрофлот уже объявил, что благодаря этому он будет экономить. А тем клиентам, которые он поменял билет, выплачена будет компенсация. Но сразу оговорился, что не всем и не всегда и вообще за компенсацию этого надо будет через суды. А это дело не быстро и так далее. Вы представляете себе, да. Купил человек билет в условный Ростов, оплатил гостиницу с видом на Дон. Его привезли куда-нибудь в Магадан на другое число, нежели чем у него была запланирована гостиница. Вот такой вот сервис Аэрофлот нам предлагает. Как вы думаете, вот пусть и в таком случае желание у пассажиров еще раз пользоваться этой самой говеной авиакомпанией, авиаконторой, которые еще, являясь государственной, получают дотации из госбюджета. Нет. Нет. Транспортные аналитики считают, что изменение даты и рейсу пассажира без его согласия – это попытка легализации овербукинга. То есть, когда авиакомпании продают больше билетов, чем кресел в самолете. А еще в рамках, так сказать, улучшения качества перевозок в госконторе Аэрофлот предлагаю сделать туалет платным для пассажиров. А что? Чтобы они гадили прямо на борту. А также можно, например, перевозить пассажиров в багажный отдел. Пусть там они кочевряжутся. Кстати, тот самый овербукинг у Аэрофлота пропихивается уже давно. Только вот пассажирам, благодаря ему, приходится доплачивать по 3 тысячи рублей за непрямой, а стыковочный рейс через Москву и Санкт-Петербург. А билеты... Да. Причем Аэрофлот еще назначает рейсы на 4 утра, на 5 утра. Я подчеркиваю, внутренние рейсы в ближайшие аэропорты, а не через 11-часовых поясов. Короче, Аэрофлот издевается над клиентами, как могут, и ржут над этим. Потому что они прекрасно понимают, что их бизнес в любом случае не пригодит, потому что они государственная контора. Помимо билета с открытой, так называемой открытой датой и местом посадки, Аэрофлот предлагает уменьшить размеры багажа, бесплатного перевозимого багажа на 20%. Бабки. Бабки нужны компании. При этом она же, у нее же без... Без проигрышное финансирование, что называется. Они же зависят не от собственного капитала, да, а от капитала государства. Поэтому Аэрофлоту, конечно, можно издеваться над клиентами, как им заблагорассудится. А то, что они стягут, являясь госкомпанией, получая финансирование из государства, еще и многие тысячи бабок за некачественные услуги, оказанные клиенту, это наводит на мысль в том, что они тупо, чиновники Аэрофлота, наживаются на этом, да, толстеют, богатеют, но не развивают компанию, а делают это с финансовой точки зрения несостоятельной, потому что они просто-напросто ухудшают свои услуги. Не улучшают, а ухудшают. Предлагаю следующее. Аэрофлоту установить платное обслуживание внутри самолета. Да, плату за туалет, да, но это я уже говорил, чтобы гадили под фюзеляж. Аэрофлот это вообще главный мошенник в авиационной отрасли России. Причем, ладно, это был бы аэрофлот-частник, но это же государственная же твоя мать-контора, которая стрижет с пассажиров бабло в два раза больше, чем частник какой-нибудь ЮТР условно, а качество услуг и вообще услуг хочет оказывать меньше. В аэрофлоте вообще вор на воре сидит и вором погоняет. Аэрофлот, государство покрывает ваши расходы. Так будьте дабы россиянам оказывать самые качественные услуги. И с тем, чтобы у них билеты, даты вылета были тогда, когда сами россияне запланировали, а не тогда, когда вам заблагорассудятся. В России много хороших авиакомпаний. Например, но это не в рекламу будет сказано, я сразу скажу, что я не получил от этой компании ни копейки, но, например, в России много хороших авиакомпаний. Например, мне нравится авиакомпания Сибирь. Сейчас мне нравится их дизайн, который красиво называется на западный манер не авиакомпаний Сибирь, а ААИ-7 сейрлайнс. Но только не аэрофлот с такими вот дебильными предложениями по пассажироперевозкам не нравится. Так что госконтора в России это символ бездарности управления и воров, которые сидят на этом самом управлении. Такой вот этот самый сраный аэрофлот. Не аэрофлот, а аэродно. Да. И, кстати, вот мой батя, когда летал из Самары, Крым, пользовался вовсе не аэрофлотом, а авиакомпанией Урал. Да, тоже. Ну, не могу сказать, там, что авиакомпания Урал каким-то там выделяется уж сверху услугами, но, по крайней мере, летают надежно. Вот, действительно, мудрое решение Собянина на сей раз. Сергей Собянин решил остановить бой. Ой, то есть остановить ход голосования, по которому житель Собянин выбирал, а кого, собственно, поставить перед главным зданием в России нынешнего периода. Это вовсе не Кремль, и не администрация президента, и даже не мазолей, а то самое здание на Лубенке. Люди, которым сейчас, де-факто, управляют страной, находятся в этом здании. Так вот, было интересно, конечно, следить за редким в нашей стране проявлением демократии, и где под зданием ФСБ, что вообще непозволительно и никак не вяжется с российской действительностью. Напомню, что сталинистая Россия, именуемая себя гордо справедливо росы патриоты за жизнь, выкормивши писателя Захара Прилепина, обратились с просьбой восстановить памятник кровавому палачу и основателю всех кровавых гэбистов и их практики чисток людей Железному Феликсу Дмондовичу Держинскому на Лубянской площади в Москве. Я, если честно, думал, ну таки сразу и поставят, ну или вернут на место Железного Феликса. Но не тут-то было. Собянин на три буквы послал ФСБшников и Прилепинцев и захотел, как мэр европейской столицы, поиграть в демократию. То есть, власти рассчитывали на всенародную поддержку московской власти в установке памятника Держинского и решили устроить голосование. Придумали еще несколько кандидатов, которые, по мнению московских властей, достойны стоять на Лубянке и смотреть в окна современным чекистам и отдали решение вопроса в руки самих граждан. В итоге победил вариант с памятником Александру Невскому, а точнее его образу, созданную в фильме Эйзенштейна. Ясное дело, что люди голосовали не столько и не за сколько за памятник Невскому на Лубянской площади, как за историческому деятелю, а против Держинского и его триумфального возвращения на Лубянку. А с таким подтекстом возвращение, вернулся Держинский на Лубянку и вернется практика кровавых репрессий внутри страны. Он уже в Забайкале тройка судей собирается, как в 1937 году. В свою очередь, сталинисты и выходцы из КГБ начали искать недостатки у Александра Невского. Говорить и писать, что его подвиги преувеличены. Битва на Чудесском мосере была в меньших масштабах. И вообще, чуть ли подвиг Невского не было. А это Сталин все придумал в угоду героизации русской дореволюционной истории, в годы Великой Отечественной войны с тем, чтобы войны хоть на что-то опирались. Ситуация накалялась. Люди, позабыв все и вся, утыкались с телефона и начали голосовать еще немного. И они вышли бы драться. Одни за памятник Невскому, другие за памятник Держинскому. И память о тех самых славных временах советской власти. Поэтому в этой ситуации Собянин принял правильное решение. Он остановил ход голосования и высказался за идею оставить все как есть. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Но с другой стороны, может он хотел легализации народной любви к мифам СССР. И власть придумала, что сейчас они устроят голосование. Люди проголосуют, так как тема СССР модна, за установку железного Феликса на свое место. Будет, с одной стороны, красивая европейская картинка, что это не мы установили памятник, а люди так захотели сами. А с другой стороны, один из символов тоталитарной системы, которая сейчас есть в России, возвращается на свое исконное место. Но просчитались. По голосованию лидировал вовсе не Тержинский, а как раз таки Александр Невский. И поэтому Собянин решил остановить голосование. Потому что все пошло немножко не по плану. Кремля и люди четко высказались, что они против установки памятника советскому плачу и против возвращения атрибутов сталинизма, коим памятник Держинского и является. Поэтому, может быть, Собянин и оставил ход голосования с тем, что когда наступит время, устроить переголосование. Когда уже за установку Феликса выскажутся все. А те, кто будет против в это время, уже будет в лагерях. Например, в исправительной коронии номер 2 Владимирской области, где сейчас содержит Алексея Анатольевича Навального. Но это немножко другая тема. Так или иначе, установка любого памятника на Лубянке носит действительно раскол и нагнетание страстей нашим и без того раскаленным пандемией и коронавирусом обществе. Однако, я считаю, что памятник там все-таки нужен. Только вот не Феликсу Держинскому и даже не Александру Невскому. А памятники жертвам политических репрессий. Он должен стоять как раз-таки напротив главного здания ФСБ с намеком современным чекистам, что практика репрессий и доносов осталась в прошлом. И люди сделают все, чтобы эта практика не возвращалась в страну. Собянин мудро поступил, остановив голосование. Дальше идем. Вторая крупная политическая акция в Москве во времен страшного и опасного коронавируса. После протестов за Навального акция в памяти цинично и подлого убийства политика Бориса Неменцова на Большом Московецком мосту в Москве. Именно там, шесть лет назад, убийца выпустил шесть пуль в политика. Мэрия Москвы разрешила проведение акции, но с условием соблюдения всех коронавирусных ограничений. Вот в Питере Беглов ничего партии яблока не разрешил, а в Москве все-таки Собянин молодец. Сейчас вот действительно поступает более-менее мудро. Доколь ли будет проявляться мудрость Собянина, не знаю. Возможно, она закончится совсем скоро. Но пока Собянин поступил мудро, разрешив все-таки проведение акции, но с условием, понятно, соблюдения всех коронавирусных ограничений. Масок и соблюдения социальной дистанции. На акциях в памяти Бориса Ефимовича Немцова присутствовали более 11 тысяч человек. Что с одной стороны для Москвы немного, но с другой стороны немало. Хедлайнером, а по-русски говоря, гвоздем акции памяти Немцова стал посол США в России Джон Салливан. Он, как и многие другие, возложил цветы на мосту в тот самый стихийный мемориал Немцова, который возник сразу же после его убийства, и который мэрия Москвы несколько раз хамским образом пыталась снести, но не вышло. Но вот сегодня мэрия все-таки разрешила провести памятную акцию. И на том, как говорится, спасибо. Акция протекала в мирном ключе. Несколько оживил акцию оппозиционер Илья Яшин, который прибыл на место проведения акции сообщением, что Навального этапировали в колонию номер 2 Псковской области. И эта колония известна своим Дашим не строгим, а изуверским режимом. Поэтому многие опасаются, что скоро Навальный пополнит ряды небесных политиков. Его попросту-напросто могут убить в тюрьме. Конечно, думая о тех временах, временах Бориса Немцова, вспоминаешь невольное сегодняшнее время. И для кого-то это время. Поэтому, да, нет ничего зазоного, что на акции памяти Немцова люди говорили не о Борисе Ефимовиче, а о Алексее Анатольевиче Навальном. Ибо еще Навальный... Пока... Ибо еще Навального можно спасти. Если не от тюрьмы, то хотя бы от преждевременной встречи на том свете с Борисом Немцовым. А участие американского посла в акции говорит о том, что к Реблю был послан четкий сигнал о том, что Америка больше не доберет и не будет терпеть политические убийства внутри нашей страны. На место убийства Немцова пришла жена современного Бориса Немцова, Юлия Навального. Она выдержалась от комментариев, положив цветы на Немцов мост. Вы бы это видели, конечно. Веки, потоки людей текли по этому самому власту, дабы почтить память оппозиционного политика, государственного деятеля, убитого образцово показательно, прям около Кремля. Причем не просто около Кремля, а около прям рабочего кабинета Владимира Владимировича Путина. Первого марта 2015 года. В день начала весны. Есть что-то схожее, да, с убийством Влада Листиева. Мне кажется. Не правда ли? Люди встали на мосту живой цепью и стояли там до полдвидадцатого ночи. В это время как раз и убил, был убит Немцов. Почти в память убедного российской властью Немцова. Мы все знаем, кто убил Немцова. Это заместитель командира чеченской Росгвардии Заур Тадаев. Лично он стрелял в Немцова. Его брат, Адзор Губашев, который подождал убийцу Немцова до того самого моста, Шадид Губашев следил за Немцовым до его непосредственного убийства на мосту. Они заявили в суде, что убили Немцова за его анти-исламские высказывания. А вот тут начинается самое интересное. Долго считалось, что так оно и есть. Но расследование убийства Бориса Немцова показало, что немножко другое. Вы чего думаете, что если завтра кто-нибудь опорочит и слаб, его сразу же дадут чеченцы и грохтут? Не все так просто в этом деле. С исполнителями все как раз просто. Ибо их задержали, либо грохтули. А вот заказчик-то, вот где Савака Сарыта, под Немцовым мостом, ведущим в Кремль. Заказчик-то убийцы Немцова не найден. А это некто Руслан Геремеев, брат. Еще раз, брат и сват. Действующего сенатора от Течни Совета Федерации Сулеймана Геремеева. У нас целый сенатор в Совете Федерации может безнаказанно, ну точнее его брат. Ну точнее я не верю, что там брат именно что заказал убийство Немцова. Думаю, что сенатор это при делах. Так вот, у нас целый сенатор может быть безнаказанно заказать убийство человека. Да, прям в центре Москвы. Да, прям через телефон. Вы помните тот скандал с ФСБ? Когда чекисты не стали себя изображать, душит ли слаб. Воды, Кавлову, Гебельнину. И наконец-таки занялись делом. И пустились в поиски за убийцей Немцова. Братом сенатора из Сечни в розыск. Занялись одним словом, делом. Наконец-то. Но не тут-то было. Только успев выйти на след убийцы Немцова, как этот самый заказчик убийства Немцова, скрылся в Чечне. Причем не абы где, а в родовом поместье Сулеймана Геремеева, заместителя Рамзана Кадырова. Когда это стало известно чекистам, то бравые парни, которые штурмовали крепости. не раз сказали, что в силу Джина, рядовое гнездо Геремеева, они не пойдут. А следователи ФСБ просто постучались здесь, им никто не открыл, и они ушли. Но это профанация получается. Не надо представлять себе еда. Если бы спецназ ФБР заявил бы перед арестом какого-нибудь мексиканского наркоборосуса, что мы не пойдем в его дом, что бы было бы, всех бы уволили к еды нефеня. Но не стоит винить в этой истории только кадыровцев и сенаторов от Чечки в Совете Федерации. Самое интересное заключается в другом. Почему, собственно, ФСБщики не стали преследовать Геремеева в Чечне? Им была дана такая команда от Путина. Дело в том, что незадолго до убийства Немцова, в самый разгар болотной площади, где люди собирались на протест, Путин приехал в Гудермес. Вот казалось бы, у тебя болотное горит. Люди не сегодня, не завтра пойдут тебя собергать. А ты вместо того, чтобы разволить эту ситуацию, прибываешь в Гудермес. Кадырову с чего вдруг? Тут надо понимать, что не только, конечно, к Кадырову, но Путин прибывал тогда, но и к его людям, типа Геремеева. Там они в Гудермесе составили расстрельный список политиков, которые по договоренности с Кадыровым и через его бандюханов Путин мог бы грохнуть. И потом сказать, что это не мы и не ФСБ грохнули, а какие-то там чеченские активисты, исламисты, террористы. И самое удивительное, что Путин бы ни слова не соврал. Это действительно грохнули бы какие-нибудь чеченцы, Немцовы. А он тут не при делах. Но почему все-таки убийство Немцова затянулось? Почему это было сделано не в 2012 году, когда проходили болотные митинги, митинги на болотных площади, а намного позже? Просто потому, что Немцов в этом самом расстрельном списке был не первое лицо. А первое лицо был Владимир Карамурза, которого очень долго пытались отравить. Это не мудрено, ведь Владимир Карамурза находился под охраной ФБР в США. Это вам не продажное ФСБ. За Карамурзой просто долго ехали, и никак грохнуть его не получалось. Но когда получилось, тогда потом грохнули и Немцова. А еще что интересно, в новой газете за сутки до убийства Немцова Путину сенатор от Чечни принес этот самый расстрельный список, где четко была перечеркнута фамилия Немцов. Путин одобрительно кивнул головой. Ну, вы знаете, как это значит? Знаете, вот этот самый расстрельный список, это вот как список, помните, когда, значит, Пеатрикс Кидо в фильме «Убить Билл» там составляла список, кому она должна отомстить. Там первое имя, конечно же, был Билл, там второе Оши и так далее. Вот это что-то Тарантиновщиной попахивает. Явно. И ведь это сделали, подонки! Так что, главный заказ убийства Немцова вовсе не Геремеев и не Кадыров, а сам Путин. А все теперь гадают, кто следующий в этом самом расстрельном списке, и когда приговор в этом самом списке, так сказать, будет приведен в исполнение. Может быть, следующий будет Навальный? Надеюсь, что нет. А так заказчик убийства Немцова, понятно кто, это вовсе не Кадыровцы, как я думал раньше, а лично Владимир Владимирович Путин. Он убивал тех, точнее, заказывал убийство тех политиков, которые реально имели вес на Западе. А Немцов имел вес на Западе. Ну, это понятно. Иначе бы Джон Салливан не присутствовал на акции памяти. Да, это все, конечно, интересно с убийством Немцова. Но переходим к следующей теме. В России поменялись правильные начисления детских пособий. И, конечно, в сторону бюрократии. И стояние в очередях в разных инстанциях. Теперь родителям, ребенку, которому исполнился год, чтобы продлить льготу и продолжить начислять детские пособия, им нужно бегать по инстанциям и собирать все справки. Но вы знаете, вот это вот абсолютно ненужные справки о том, что вы получили справки, но наличие справки процедуру надо повторять, когда вашему ребенку исполнилось два года. А у всех родителей, конечно, в кавычках, есть на это свободное время бегать по пенсионным всяким фондам и стоять в очередях. И не могу не прокомментировать вот это. То есть, значит, выплаты ребенку положены от года. А с момента рождения не нужны, да? Пусть родители сами его выхаживают как-нибудь. Прекрасно! Вот оно, справедливое социальное государство в России. Конечно. Вот оно, забота государства о родителях, о детях, о матерях и так далее. Прям чувствуется. Причем, если раньше пособия начислялись автоматически, то все. Теперь в 2021 году, к конец Лафе, правительство такое подумало, подумало, а что это наши рабы, ой, то есть граждане, что-то слишком просто, получая положенные им по закону выплаты, не томятся в очередях в разных госконторах. Это, конечно, не в традициях нашего мазохистского государства под названием Российской Федерации. надо то, что усложнить жизнь гражданам. и наше правительство, правительство Российской Федерации постановило, что с 1 марта родители вновь обязаны стоять в очередях пенсионного фонда, чтобы получить фельдкину грамоту о наличии справки, о том, что у вас есть справки. Но так старая система, охота бедная работала, зачем же ее менять? Ответ очевидный. Таким образом, государство будет избегать в условиях санкций и платения доходов своей, государство будет избегать социальной ответственности перед гражданами. Государство это и так уже делает. Оно выплачивает пособия детям до 14 лет, а детям от 14 до 18 лет оно ничего не выплачивает, заставляя их работать. А где работы нет, то и вовсе идти в криминал, что уж совсем удручает картину в области социальной политики. Помимо этого пособия наше фашистское государство выплачивает только 80% бюджетных семей, а остальным 20% государство отказывает в выплатах и говорит, что вы наплодили нищету или да сколько же можно вам рожать. А вот бабочки-то как раз и не захотели-то рожать с таким подходом. Я посмотрел демографическую ситуацию в России. Ужас! Население России с каждым годом сокращается на 100 тысяч человек. прирост мигрантов обыль населения внутри страны не компенсирует. Интересно почему? Может как раз поэтому, что за каждое пособие родителям надо сражаться с государством. И люди думают, да ну нафиг, лучше не буду рожать в этой рожке, лучше буду рожать в другой стране. какая эффективная политика, какое грамотное управление ресурсами у нас в стране, что нас предпочитают рожать в клиниках Майами, а не себя. В стране я уж молчу про эти самые детские пособия, которые облегчают жизнь родителями. Их размер в России вы готовы 700 рублей на ребенка. 700 рублей в месяц на ребенка. Причем еще бегает оказывать, что эти 700 рублей, на которые памперсы невозможно купить, нужны твоей семье. Но не во всех регионах России так, а только в этнических почему-то русских регионах. В той же самой Чечне, например, детские выплаты достигают вы готовы 10 тысяч рублей. В то время, как в условно русских регионах России, понятно, что там и татары есть, и армяне, но в условно русских регионах России детские пособия достигают максимум лишь 700 рублей. В Чечне есть детские пособия, в остальной России 700 рублей. Нет, ну за такое я бы ставил к стенке весь социально-экономический блок нашего правительства. И не я один. То есть в Кавказских регионах России матерям жить легче, чем в глубинке России. Позор! Позор! Правительство уме шустина! Причем ну ладьба льгот на всех не хватает. Ну так делайте так, чтобы у нас не было семей, которые нуждались бы в годах, чей общий доход не превышает двух прожиточных минимум. И доводите уже самый их прожиточный минимум до прожиточного максимума. Посредством стимуляции инвестиций в рабочие места. А, ну да, я забыл, мы же в кольце врагов, для нас чей Крым важнее интересов собственных матерей. Но такими темпами все. Скоро и не останется русских в России. Следующая тема. Очень интересная тема. Карантин в России и в Москве из-за коронавируса весной не 2020 года, а 2021 года. Он может начаться с 15 марта, как передает портал 9.11. Только мы обладывались приходу весны и окончательно и относительно только мы обладывались к приходу весны, но с ограничениями, но все-таки возобновлению нормальной жизни, как вдруг на тебе всех с 15 марта вновь могут закрыть на карантин, как это было весной прошлого года. Давайте-ка разбираться, почему так может произойти. Ну, во-первых, ограничения Роспотребнадзор продлил аж до 2022 года. Да. До 2022 года нельзя будет нормально сходить на стадион, в магазин и так далее. Так что никакой спутник увы-вы-вы хле-хле-хле не помол. И это неудивительно, ведь вакцину начали применять задолго до проведения всех клинических испытаний. К тому же нужно было время для производства вакцин не просто в массовом порядке, а в мировом. Пока запустят новые заводы, наладят производство и так далее, уйдет время. Но как раз то времени у людейшек то и нет. Пока разбираются с вакцинами, люди, которые заболели и уже казалось бы вылечились, у них появляется, у них казалось бы уже появился иммунитет к вирусу, заболевают повторно. Приходят и новые исследования коронавируса. Почему собственно возможен карантин в России весной? Так вот выяснилось, что тем теплее на улице, чем выше влажность и ветер, тем сильнее распространяется коронавирус. Так что боюсь, придется россиянам кукарехать на своих балконах и сидеть дома сутками напролет не только весной 2021 года, но и летом все того же года. Зато осенью власти могут быть и отпустят вас погулять. Гавка. Вы, россияне, заслужили зону прямо у себя в квартире своим безответственным поведением. Помните, да, заявление наших ученых, что мол, вот придет солнышко и вирус ударит в Тимечко и болезнь рассосется. Нет, ученые США доказали, что все как раз-таки с точностью да и наоборот. К тому же коронавирус мутировал. Появились его новые штаммы, британский штамм, южноафриканский и бразильский, которые своим фактом существования опровергли оптимистические прогнозы ученых об избавлении пандемии в этом году. Но британский штамм пока еще не добрался в России. Вот как раз 15 числа, 15 марта он приедет в Россию по полной программе. Да, границы закрыты, но не для всех. В какой-нибудь Зазимбар, если ты дипломат, можно будет улететь, а потом прилететь в Зазимбаре с каким-нибудь лондонцем, британцем, и все тоже подкатил вирус, приехал сюда, ну что, ну посидел, да, на карантине две недели, но ведь все равно микробы как-то на этом карантине же просачиваются, правильно же, аж там через щели тем людям, которые не обязаны сидеть на карантине, ну к тому же, может быть, он и не будет соблюдать карантин, этот самый условный дипломат, это может быть чиновник, политик, да кто угодно, в общем, так что британский штамп, как раз таки, все аж тут переходы его в Россию, именно 15 числа. Люди в России нещадно штрафуют за нарушение ковида ограничения, но они с упорством достойном изобретении новой вакцины, продолжают нарушать, как режим самоизоляции, только недавно дрался с бабушкой в автобусе из-за места, и продолжают не носить маски, и носить их, но только для проверяющих, одним словом, провоцируя распространение коронавируса в России. Нужен не просто карантин, а что даже передвижение по своей квартире строго регламентировалось, и без согласия Роспотребнадзора нельзя было даже сходить в туалет. И еще один фактор, почему же возможно наступит карантин для россиян с 15 марта, так это разобщенность между странами. Вместо того, чтобы делать вакцину все вместе, страны упрекают друг друга во вмешательстве в их внутренние дела. Виноват во всем, конечно же, Россия, являлась страной-изгоем после отжатия Крыма в 2014 году. Россия ссорит и отговаривает от сотрудничества другие страны между собой, что в итоге приводит к неравномерному доступу к лекарствам от COVID-19. Ну и, конечно, чтобы победить боли, хотя бы в масштабах отдельной страны, нужно многомиллионные инвестиции. А какие могут быть инвестиции в страну оккупанта Украины и Грузии? Правильно? Никакие. Еще один фактор введения карантина это, конечно, митинги. Понятно, что власть ведет карантин только если будет угрожать опасность самой этой власти. А иначе бизнес прогорит. Весь бизнес, вообще вся экономика прогорит. Но, но, власти у них не могут не остаться выборов. В условиях, когда все больше людей выходят на митинги, тут уже, знаете, не до спасения экономики, до спасения, собственно, самого Путина, власти единой России, власти габистов и так далее. И поэтому в какой-то момент может сложиться ситуация, что будет властям абсолютно начать на экономику, лишь бы они спасали свои задницы. И тогда карантин вы получите по полной. Ну и еще приходят данные, что вот он, британский штамп, начинает потихоньку проникать в Россию, и что данные заболевшие по коронавирусу увеличиваются, несмотря, казалось бы, на массовую вакцинацию населения. Но еще, что люди уже не готовы терпеть эти самые ограничения, которые могут ввести с 15 марта, и все может дойти до гражданской войны. Только лишь 12% по данным Интерфакса готовы сидеть дома при введении жестких мер. А это означает только одно. Остальные 80% россиян настроены решительно. И тогда реально они выйдут с оружием против Дубльных Росгвардии. Тогда реально начнется гражданская война внутри России. И все это только из одного коронавируса. Ну как вам? Вот это светлое будущее. А не надо было садить Навального? Так параллель я провожу между коронавирусом и Навальным. Ну и конечно же напоследок юбилей крупная дата Михаилу Сергеевичу Корбачеву исполняется 90 лет в обед. Корбачева ругают за гласность но без него ничего бы не изменилось в стране. я поздравляю Михаила Сергеевича с этой знаменательной датой и желаю ему прожить как можно дольше. Как шутят некоторые его критики его даже в ад не пускают из-за того что он развалил СССР. это Михаил Сергеевич Горбачев дал нам всем свободу и возможность вот так просто сидеть в интернете впитывая свободу слова а не за восточайшую цензуру на ТВ. Но приходится признать что и ошибки тоже у него были по случаю ибли он дал эксклюзивное интервью ТАССР. Разберем разбором которого мы сейчас и займемся. Горбачев считает что главным его делом является перестройка перестройка гласность новые мышления все это понятие сейчас написано в школьных учебниках а тогда конечно это было новинку и в диковинку Горбачев считает что главное что он достиг это снос тоталитарной системы на страны увы это не так при Путине тоталитарная система возвратилась и развернулась еще с позже охотой чем при позднем СССР запрет весной 2020 года выходить на улице запрет еще раньше носить кружевные трусы до такого советская власть даже в годы жуткой ежовщины не опускалась это внутри страны а снаружи Горбачев считает что главное это прекращение холодной войны правда забывая добавить что это было не просто прекращение холодной войны а полный ее проигрыш со стороны СССР которое случилось при его власти тут я с патриотами согласен что СССР при Горбачеве действительно капитулировал перед США и даже подписал акт о безоговорочной капитуляции союза советских социалистических республик Соединенным Штатам Америки на Мальте это более известен как Мальтийский саммит 1989 года Горбачев ничего не хотел и не хочет менять в своей жизни не понимая самого главного даже руководству всем благим и здравым смыслом специально или нет но он развалил СССР он виновен в том что СССР приказал долго жить и какой бы СССР ни был ужасен он несет персональную от Горбачев ответственность за распад страны и за проигрыш в холодной войне и нежелание признать свои ошибки а также нежелание подняться над проблемой заставили многих думать людей что Горбачев чуть ли не агент ЦРУ и предатель какие же главные ошибки совершил Михаил Сергеевич Горбачев на своем посту ну первое из них это собственно политическое вот пишут именуют его президентом СССР но секундочку его не избирал народ СССР то есть его избирали не граждане всего Советского Союза а члены Компартии да тогда в Компартию ходили все кому не лень но все-таки Горбачева формально избирали не весь народ СССР а только лишь Центральный Комитет Компартии а вот президента РСФСР нынешней Российской Федерации Ельцина избирался уже как раз таки не членами Компартии а всенародно всеми гражданами Российской Республики входящей в СССР и поэтому как раз таки Ельцин победил Горбачева и добил СССР если бы Горбачев не просто бы ввел пост президента СССР а он бы пошел на легимитизацию своей власти и устроил бы не партийное голосование а всенародное голосование тогда бы много проблем то есть бы избирать а то вышло что Горбачева на пост президента СССР выбрала партия а Ельцин на пост президента Российской Республики самый крупный входящий в Советский Союз выбрал бы народ ну и понятно что возник конфликт между партией и народом что в итоге привело к распаду СССР конфронтации Ельцина с Горбачевым поэтому как раз таки что Ельцина избрали всенародно а Горбачева все партийно возник и конфликт и схватка между ними за власть которая привела к тому почему привела еще одна ошибка Горбачева была в том что он не желал разуливать проблемы СССР да у меня сложилось такое впечатление после рассекречивания документов КГБ про Чернобыль когда КГБ докладывало на самый верх что реактор ненадежен и конструктивные дефекты есть а наверху до этого самого реактора 4-го энергоблока на ЧС не было абсолютно никакого дела и это привело к тому к чему привело к той самому аварии 26 апреля 1986 года Горбачев не ест и в сумгаидский погром начало противостояния армян с азербайджанцами и башню в Вильнюсе штурм башни Вильнюса Горбачев отдал на откуп региональным властям и комитету госбезопасности не желая вникнуть в проблемы Литовской республики когда Литва уже выходила из Советского Союза а ее силком удерживали вместо того чтобы Литве пообещать ну каких-то там полноморочий гарантий еще чего-то ну это Горбачев просто отиживал у себя в Кребле КГБ там с ГРУ отзверели пошли на штурм башни в итоге все это вылилось в настоящую бой никто не хотел ничего не решать ну и Литва первым из республик СССР вышла из этого самого сраного совка то есть ну нежелание решать проблемы у Горбачева явно на лицо зато конечно желание бродить по всяким западным конференциям это у него хоть от павля это да в итоге озверевшая советская хунта ГБистов попыталась уже свернуть самого Горбачева в августе 91 года Ельцин не позволил это сделать но только для того чтобы Горбачев подписал заявление об своей отставке дальше Горбачева спрашивают как хотел бы чтобы его называли в народе Горбачев отшучивает что лучше без полива но ему давно дали прозвище дурак с отметинкой меченый но не тот меченый сталкер меченый конкретно и все что он даровал советским гражданам в виде свободы и демократии похоронил в итоге Путин ГКЧП победила и пришел к власти через 10 лет после распада СССР Горбачев и сейчас отмечает что нужны реформы но само слово реформе это ведь при Горбачеве стали они символом ругания так что России сейчас не нужны реформы а нужны тем чтобы демократические реформы заложенные в 1993 году новой конституции работали бы и чтобы их не переписывали по 700 раз на дню и чтобы с чем чтобы у нас были честные выборы но и на сладкой Горбачев считает что СССР возможно было бы спасти я считаю что нет после свертывания реформ Косыгина уже лишь не шла про светлое будущее в СССР а только до колья СССР протянет оказалось еще лет 10 после свертывания Косыгина реформ реформ Косыгина еще прибрежнее оказалось протянулось еще лет 10 11 ну и конечно СССР государство было построено на лше цензуре и тоталитаризме разрушив это Горбачев разрушил и страну которая была построена на этом на костях так что с юбилеем Михаил Сергеевич но ваше преступление явно на лицо и ошибки и конечно же просчеты так у нас есть еще 20 секунд протянуть времени ну вот это СССР мне нравится как Горбачев пародирует этот фирменный колос мышление не не так мышление горба вот так горбачев горбачев ну все пока пока